Мне кажется, в избрании Закаева в президенты есть не только минусы, но и плюсы. Например, село, лозунги и надписи в республике можно не исправлять. То есть, для чего тебе нужна эта деоккупация? Для чего тебе нужна свобода? Каждый человек должен, прежде всего, вот этот вопрос себе задать. И если мы с вами сейчас бежим от несвободы, и приезжая в эти страны, мы с вами просим убежища от российской власти, от российского преследования, то тогда вы будете бежать и просить убежища от свободы, которую вы так хотели. Понимаете? То есть, вот я... Почему нахер не вошел в оборот? И чем чеченцы расплачивались в годы независимости долларами? Нет, у нас принимался рубль. Почему нахер не вошел? Ну, не успели, потому что это нужно определенное время. Экономику нужно к этому подготовить. Просто не успели. Мы-то на самом деле их только напечатать, по-моему, и успели даже их привезти в республику. Эти нахеры не успели, ну, кроме каких-то образцов. Поэтому, да, к этому как бы шли, готовились, но не успели. Не дали. А расплачивались в основном, конечно, рублями. У нас рубли были в обиходе, хотя доллары, это все, конечно, тоже имелось, но долларами ты на рынке расплачиваться не мог. Мог, наверное, но это уже как и в России, знаешь, ты же можешь договориться, у меня вот доллары там на рынке заплатить, но официально ходил как бы рубль. Томсуан, на сайте Кавказ-Центр недавно появилась статья Мавлади Удугова «Шариат в рамках демократии, легитимность и государства двух ущелий». Если читал, то есть ли какие-то мысли по этому поводу? Нет, я не читал, Маркович Виктор. Я видел очень много комментариев к этому, к этой статье, возмущенных. То есть, людям очень не понравилось многим то, что написал Мавлади Удугов. Но вот посмотреть, что он написал, честно говоря, как-то руки не дошли, времени не было, поэтому я не читал. Но я уже как-то привык к тому, что что бы ни делал Мавлади Удугов, это никогда, конечно же, не нравится. Поэтому комментарии этих людей меня не удивили. Ну и вообще в целом, у Мавлади Удугова с давних пор есть свое видение и государство, и даже границ этого государства. Поэтому в этом плане я тоже, конечно же, не сторонник Удугова. Но если кто-то к свое видение заявляет, ну так же это видение может заявить и Мавлади Удугов, и любой другой. Главное, чтобы эти взгляды, эти идеи, они не были какими-то экстремистскими, террористическими и так далее. В остальном проблем я не вижу. Если в рамках цивилизованного общества, нормального цивилизованного политического диалога, если об этом спорить, то это нормально. Где для тебя заканчивается свобода слова и как ее контролировать с вооруженным населением? В шариатском государстве труднее будет идти на уступки, чем в светском. Это надо спросить у Соединенных Штатов Америки. Вооруженное государство и свобода слова. И как-то у них это все нормально, в общем, существует, контролируется. Хотя для меня это абсолютно не идеал, конечно, как ты понимаешь. Это такое, явно такое полицейское государство Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, как пример, люди контролируют и живут. Вооруженная страна, никаких проблем. Причем у них это в Конституции закреплено, вот это право на хранение и ношение оружия. Как Басаев самовольно пошел в Дагестан? Получается, его отряд не подчинялся и не координировался с руководством Чечни. Это было законно на территории Чареи? Конечно, нет, не совещался, не координировался, это правда. Насчет законности или нет, не знаю. Насчет этого не буду комментировать. Но то, что это было вопреки воле официальной власти, это очевидно. Было бы глупо это отрицать. Баркал за ответ. Тумсо, а по поводу твоего видения политической системы Чечении наподобие политсистемы Ирана, что-то изменилось в твоих взглядах и какова позиция вашей партии по этому вопросу? У меня никогда не было такой позиции, что мы хотим взять для себя модель Ирана. Я просто рассуждал о модели Ирана и говорил, что сама по себе модель не является плохой. Плохой является власть. А так сама по себе модель там неплохая. Вот что я имел ввиду. И эта модель, она даже гораздо ближе мне, чем модель, допустим, власти Саудовской Аравии. Когда есть монарх, который передает власть от отца к сыну, от брата к брату. Для меня это более неприемлемо, чем модель иранская. Но зато сама иранская власть, она, конечно же, мне гораздо дальше, чем Саудовская. Понимаете? То есть мы просто рассуждаем на эти темы, но это не значит, что мы хотим что-то из этого себе. Да нет, конечно. И наша позиция партии, наша позиция партии, это на нашей государственной системе. То есть мы не являемся революционерами. Мы можем, может быть, мы в какой-то степени были бы реформаторами, если бы была такая возможность уже конкретно работать в рамках государства. То есть какие-то вещи менять. Но в данной ситуации мы не реформаторы. В данной ситуации мы просто, скорее, мы такие консерваторы, которые просто в рамках действующего нашего законодательства пытаемся работать. Законодательство, я имею в виду нашего государства, Чеченской республики Ичкерия. Не имея сплочения, мы никогда не добьемся деоккупации. Ты прав. Но сплочение вокруг чего? Вот что важно. Имея сплочение вокруг неправильной идей, неправильных людей. Даже если мы добьемся этой деоккупации, а нужна ли она? Задайтесь вот этим вопросом. То есть для чего тебе нужна эта деоккупация? Для чего тебе нужна свобода? Каждый человек должен, прежде всего, вот этот вопрос себе задать. Свобода ради свободы? Ну, если так, то если те, кто на этот вопрос так отвечают, мне нужна свобода ради свободы, то вперед, объединяйтесь там с кем угодно. Может быть, вам будет даже дана вот эта свобода ради свободы. Но очень быстро вы побежите от этой свободы. И если мы с вами сейчас бежим от несвободы, и приезжая в эти страны, мы с вами просим убежище от российской власти, от российского преследования, то тогда вы будете бежать и просить убежище от свободы, которую вы так хотели. Понимаете? То есть вот я четко, точно отвечаю на этот вопрос, что мне не нужна свобода ради свободы. Мне нужна свобода ради справедливости. Мне нужна справедливая страна. И если там этого нет, а этого быть не может с людьми, которые в своей основе несправедливы, которые, не имея ничего, никакой власти не являются справедливыми, а имея власть, они тем более не будут справедливыми, объединиться вокруг такой идеи, таких людей, это навлечь на себя гнев Аллаха. И даже если будет успех у такой группы, это не будет группа, которой доволен Аллах, это не будет тот режим, которым доволен Аллах. Поэтому, ну, нужно ли мне это? Нет. Мне это не нужно. Мне кажется, в избрании Закаева в президенты есть не только минусы, но и плюсы. Например, село, лозунги и надписи в республике можно не исправлять. Но при желании последние две буквы, а так норм. Но видишь, в любой ситуации всегда находятся плюсы. Христиане или иудеи в жариатском государстве обязаны платить дополнительные налоги на проживание. Сегодня мир устроен таким образом, что любое государство, оно не может вообще существовать без налогообложения. Поэтому в современных реалиях, я думаю, нет такого, что христиане платят, а мусульмане не платят. Все будут платить налоги, все должны платить в этих странах, где мы проживаем, мы все платим налоги. Так экономическая модель, мировая построена, что без налогообложения просто государство не может успешно существовать. Поэтому, ну, не актуально сейчас даже на эти темы рассуждать. Все будем платить. Субтитры создавал DimaTorzok